Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев. Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев. 16.23. РИА Новости, Максим Богодвит. Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский в собственном штабе в Конгресс на выставочном центре Парковой. 21 апреля 2019 года. РИА Новости, Максим Богодвит. Москва, 28 апреля Новости. Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Владимира Путина о российских паспортах для украинцев. Соответствующий пост он опубликовал в Фейсбуке. Зеленский написал, что не советует российским властям соблазнять граждан Украины паспортами, так как этим воспользуются преступники, которые пытаются скрыться от уголовного преследования. По его мнению, в России меньше прав, поэтому украинцам российские паспорта не нужны. Гражданство Украины – это свобода, достоинство и честь, написал Зеленский. Он добавил, что Киев должен стать примером демократии для всех стран на постсоветском пространстве, и предложил в рамках этой миссии выдавать украинский паспорт всем, кто готов бороться за свободу. 15.50. Порошенко воскрес, все те отреагировали на обращение Зеленского к Путину. После этого Зеленский вновь заявил о готовности к переговорам с российской стороной и выразил надежду, что на ближайшие встречи в нормандском формате будет достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «всех на всех». Не с того начал. Пост Зеленского прокомментировал сенатор Алексей Пушков. По его мнению, избранный президент Украины не с того начал, так как политика, построенная на антироссийских атаках, обречена на провал. Ему бы задуматься, почему 1,2 миллиона украинцев уже удрали в Польшу из свободной Украины, 3 миллиона работают в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами, написал он в Твиттере. По мнению парламентария, если Зеленский выступает за свободу, то ему не стоит говорить за граждан Украины, чего они хотят. Он призвал избранного президента подумать о том, как выправить ситуацию внутри страны, иначе от желающих получить паспорт гражданина России отбоя не будет. 11.8 сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского в прежнем русле политолог, экономист Александр Дучак в беседе С.А.Т. Выразил мнение, что в связи с нагнетанием антироссийской истерии в течение последних пяти лет было бы удивительно услышать от Зеленского другое заявление. С другой стороны, это не оправдывает Зеленского продолжать ту же линию, что вел Порошенко, было необязательно, отметил Дучак. Он призвал дождаться конкретных действий со стороны новой украинской власти, однако указал на то, что пока все идет в прежнем русле. Эксперт предположил, что Зеленскому было непросто сказать что-либо в другом ключе, потому что Рада планирует создать ему различные проблемы. Дучак отметил, что лидеру второго тура выборов стоило обратить внимание и на другие государства, которые давно выдают паспорта украинцам. 6.20. В штабе Зеленского высказали отношения к российским артистам и фильмам. Порошенко воскрес. Слова Зеленского вызвали бурную реакцию со стороны пользователей соцсетей. Многие из них раскритиковали будущего главу государства за то, что он придерживается риторики своего предшественника Петра Порошенко. Порошенко воскрес, написал в Фейсбуке журналист Михаил Мещишин. Журналистка Екатерина Рашук напомнила Зеленскому про его слова о том, что он готов встать перед президентом России на колени, если потребуется. А ты, Путину, ультимативно хомиш на украинском в своем посте в Фейсбуке, это не в плюс твоему рейтингу, отметила она. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Позже на пресс-конференции по итогам визита в Китай он заявил, что такая практика в будущем может быть распространена на всех граждан Украины. Вчера, 4.18. В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России. В свою очередь, действующий глава Украины Петр Порошенко и победивший на президентских выборах Владимир Зеленский раскритиковали этот указ. В ответ Путин выразил удивление столь негативной реакцией. Он напомнил, что такую же схему с выдачей паспортов практикуют многие государства, например Венгрия или Румыния. По словам российского лидера, Москва не имеет никакого желания создавать проблемы украинским властям, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит допустимые границы.